«Давай просыпайся! Харе-харе плющить!» Именно такими словами меня разбудил мой наставник. «Ты с утра всегда такой позитивный. Чё разорался-то?» «Просто настроение хорошее. Давай, поднимайся со своего ящика, пойдём позавтракаем. И вперёд к знаниям!» «А чем завтракать будем?» – спросил я, присаживаясь у костра. «Я тут бутербродов наделал и кофе заварил. Ты любишь кофе?» «Ха, ты сейчас издеваешься?» «Нет, просто спросил. Я же не знаю твоих предпочтений». «Конечно, люблю. Там за периметром я не представлял своего утра без кофе. Да и день тоже». «А какое предпочитал? С молоком или капучино?» «Ну, такого у меня нет. У меня есть чёрный, быстро растворимый с добавлением сухих сливок». Жмых, достав термос и разобрав крышечку на два стаканчика, разлил напиток. Приняв от наставника стаканчик, я, вдыхая, наслаждался ароматом. «Конечно, это не зерновой кофе, но, как говорится, за неимением лучшего будем довольствоваться тем, что есть». Вдоволь насладившись ароматом, я сделал глоток. Напиток был горячим, но не обжигающим. Тепло напитка разнеслось по груди и достигло желудка. Тот, в свою очередь, предательски заурчал, требуя пищу. Звук, который издал мой желудок, был больше похож на завывание кита, нежели на что-то человеческое. Жмых протянул мне бутерброд. «Сегодня мы завтракали в одиночестве. Новички еще спали. Вероятно, вчерашнее застолье продлилось на неопределенный срок. Вот и спят ребята». «Ну что, позавтракал?» Жмых одним глотком допил остатки своего кофе. «Позавтракал», — кивнул я учителю. «У тебя же есть план определенных мероприятий». «Хух, конечно! Какой же тогда учитель без плана мероприятий?» «Вот и хорошо. Только давай первым пунктом в твоем плане будет принятие душа. А то я тут уже неделю и очень хочется помыться». «Ну, с водой в зоне есть небольшие проблемы. Как такового водопровода здесь нет, а тот, что был, либо загнил за столько лет, либо был унесен мародерами и издан как черный металл. Есть один момент, но придется заплатить. Готов к оплате. И сколько стоят все удовольствия?» «А вот, сейчас придем на южный блокпост, сами спросишь. А что там на этом посту?» «Пошли, по дороге расскажу». И жмых первым направился к выходу из деревни. Подхватив рюкзак и забросив автомат за спину, я поспешил за наставником. Перемещался жмых довольно быстро. Эти пару секунд промедления смог нагнать только на самом выходе, возле старого автобуса, оставленного здесь догнивать свой век. «Так что там интересного?» Спросил я у наставника. «Когда-то там военные базировались, но после того, как зона расширилась, перебрались на новую границу для защиты периметра. А сейчас там что?» «А сейчас там обосновалась группа военных сталкеров под командованием Палыча». «Хм, а кто такие эти военсталкеры?» «Я, когда энциклопедию в КПК листал, не видел там ни одной заметки о них». Продолжал осыпать вопросами я. «Войн-сталкеры — это особое подразделение военных, которое знает о зоне не хуже обычного сталкера и не боятся ее так, нежели простые военные. Они-то и ходят в зону по приказу правительства. И ученых на Янтаре тоже они охраняют и в экспедиции их сопровождают. Бывает правда, что на это дело и группировка «Долг» подписывается. «Они-то и есть долг, и военсталы довольно тесно сотрудничают». «А военсталы — это бывшие военные?» «Не совсем. Основная масса — это обычные сталкеры, ставшие работать на правительство. Но и бывших военных там тоже достаточно». «А откуда у них душ? Отвояк остался?» «Ну, можно и так сказать. Они старые резервуары под дизельное топливо почистили и стали использовать под техническую воду. И как ни странно, а резервуары эти не фонят вовсе. Военным воду на вертолете привозили, когда они тут базировались. А военсталы дождевую используют. Благо, дождь в зоне регулярен. А как они ее собирают?» «Вот чего не знаю, того не знаю». «О, смотри! А вот и сам Палыч на посту стоит!» За разговорами мы дошли до блокпоста. «Здорово, старый!» Жмых поприветствовал сталкера. «О-о-о! Жив еще! Пройдоха!» Человек в комбинезоне военной раскраски снял шлем и ответил рукопожатием. На вид мужчине было около пятидесяти лет, но плюс-минус пару лет. Несмотря на возраст, мужчина выглядел довольно хорошо и имел крепкое телосложение. «Что за пацан с тобой?» «Познакомься, это мутный, мой ученик». «Что с тобой случилось? Ты же говорил, что больше не будешь их брать». «Не знаю, потенциал у него хороший, да и меня напоминают в его годы. Вот и решился». «Ну что же, будем знакомы». Воинсталл протянул мне руку. «Палыч!» «Мутный», я ответил на рукопожатие. «С чем пожаловали?» «Сталкеры нечастые гости в наших краях». «Да, говорят, что тут можно примерить на себе водные процедуры. Так ли это?» «Так», — засмеялся Палыч. «Вот теперь я вижу некое сходство с тобой». Воинсталл подбегнул моему учителю. «А сколько стоит данная процедура?» Я засыпал сталкера вопросами, чем развеселили его еще больше. «А ты весьма прагматичен. Жмых такой же был в дни нашего знакомства. Теперь я понимаю, почему он взял тебя в ученики. Ладно, чего стоять-то? Сейчас бойца крикну и пойдем». Палыч взял в руки рацию и вызвал бойца себе на замену. Пока мы ждали смену Палыча, я принялся рассматривать блокпост. На дороге, на которой мы стояли, были выложены мешки с песком в качестве заграждений. По обе стороны от дороги стояли двухэтажные здания. Дальше тянулись заборы из колючей проволоки и сетки рабицы. Здание, что располагалось по правую руку от меня, имело что-то вроде балкона, но на все здание. Поэтому балкон периодически прогуливался воинсталл с автоматом в руках. Здание, находившееся по левую руку от меня, вероятно, изначально было одноэтажным, а второй этаж пристроили после, так как площадь первого этажа была значительно больше площади второго, но никакого балкона левое здание не имело. Зато имелся пулеметный расчет на уровне второго этажа и караульная вышка чуть дальше. За зданием вдоль дороги виднелся шлагбаум и довольно добротный забор. Но что находилось за забором, отсюда разглядеть не представлялось возможности. «Ну что, пойдем в казарму, там и побеседуем». Палыч оторвал меня за любыванием окрестностей. «Да, чуть не забыл, мутный, вдоль забора не бегай, там поле минное». Отдав последнее распоряжение пришедшему на смену Палыча сталкеру, он жестом поманил нас в сторону шлагбаума. Жумых шел рядом с Палычем и мило беседовал о чем-то. Прислушиваться я не стал. Пусть говорят без лишних ушей, даже если и говорится про меня. Я просто следовал за наставником и его товарищем чуть поодаль. Пройдя за шлагбаум, мы попали на плац, на котором десяток военсталов занимались зарядкой. За ними стоял БТР, колеса техники были спущены, да и вообще сама техника имела печальный вид. Такой же вид имел и старый УАЗ, стоявший сразу за шлагбаумом после двухэтажки. Увидев Палыча бойцы, встали по стойке смирно и отдали воинское приветствие. Палыч молча ответил тем же и, не останавливаясь, пошел вглубь двора, где располагалось еще одно здание, отличавшееся от двух других. Данное строение имело всего один этаж, но было весьма протяженным. Именно в это здание и направлялся Палыч и мой наставник. Я же просто следовал за ними. Бойцы Палыча, находившиеся на плацу, провожали нас взглядами. В первой комнате находились ящики-шкафчики для одежды. Ее Палыч проследовал, не задержавшись. Во второй комнате располагалась столовая, где воинсталы употребляли пищу. Правда, в данный момент она была пуста. Здесь Палыч решил остановиться, сев за один из двух длинных столов, что располагались по обе стороны от прохода и жестом предложив нам последовать его примеру. Дверь в соседнюю комнату была закрыта, и что находилось за ней я не видел. «А что за дверью?» – спросил я присевно против Палыча. Жмых сел рядом со мной. «Там казарма! Там бойцы отдыхают, поэтому расположимся здесь!» «Ясно». «Так сколько стоят водные процедуры?» «Сами водные процедуры стоят всего пачку патронов калибра 9х18. Но если ты хочешь свежий комплект нательного белья, то тут придется раскошелиться. Но тут смотри сам, нужно тебе это или нет. А если не менять?» «Ха! Ну если не менять и не стирать, да и мыться нечасто, то тебя в ши сожрут!» – усмехнулся воинстал. «А как ты с этим справляешься?» – я посмотрел на наставника. «У меня три комплекта белья. Один на мне, второй чистый в рюкзаке, ну а третий сюда отдал на стирку. Тут у них прачечная есть». «Ну, скажешь тоже, прачечная!» – засмущался Палыч. «Просто устраиваем стирку регулярно». «И сколько это стоит?» «Ну, два комплекта и стирка того, что на мне». «Комплект стоит 450 рублей, стирка сто». Итого тысяча. Отдавать тысячу было жалко, но с другой стороны ходить вшивым и чесаться мне совсем не улыбалось. «Вижу твои мысленные мучения!» – Палыч мне подмигнул. «Могу тебе предложить скидку, как ученику моего товарища. За все 500. Согласен?» «А 500 и пачка патронов?» «Мне патроны твои без надобности. Просто давай деньги и иди мыться. Мыльные принадлежности тебе выдадут. Я сейчас распоряжусь». Скинув рюкзак, я достал ту пачку денег, что протянуло мне тесто. Отсчитав нужную сумму, сотенными купюрами отдал их Палычу. Остальное положил обратно. Рюкзак и автомат оставил своему наставнику. Поначалу промелькнула мысль, что он видел деньги и может их забрать, ведь я толком-то его и не знаю. Но если подумать, о нем отзывались хорошо. Да и пристрелить в случае чего потом можно. Палыч в рацию позвал бойца. Тот примчался через минуту. Выслушав наставление начальства, кивнул и повел меня из здания. Выйдя на улицу, солдат свернул вправо, а не налево, как я ожидал, в сторону плаца. И повел меня по небольшой дорожке к деревянному строению. Деревянное строение издалека напоминало деревенский сортир, только больше. Подойдя ближе, я смог разглядеть, что здание обшито деревом, вероятно, для сохранения тепла. Солдат молча открыл дверь и жестом предложил мне войти первым. Как только я переступил порог и прошел не больше метра, солдат вошел за мной и закрыл дверь. Мы оказались в неком предбаннике. Здесь находились три вешалки, лавка и две двери. Солдат показал на одну из двух дверей, сказав, что там находится душ, и дал кусок мыла. Раздевшись, я повесил комбез на вешалку, а на теильное белье у меня забрал солдат, сказав, что сейчас принесет новое. Удалился. И я же отправился в душ. Каково же было мое удивление, когда из крана потекла горячая вода. Искупавшись, я вышел в предбанник, мой комбез висел на вешалке, а на лавочке лежало аккуратно сложенное белье и полотенце. Вытеревшись, я первым делом натянул нижнее белье и кальсоны, а затем рубаху. Нижнее белье тоже было новым, стандартные армейские трусы черного цвета. Интересно, а куда делись мои? Натянув комбез, я отправился в столовую. Жмых и Палыч о чем-то весело беседовали, периодически заливаясь смехом, и их приподнятое настроение передавалось и мне. «На чем смеетесь?» спросил я, присаживаясь рядом с наставником. «Да так, молодость вспоминали. Не заморачивайся». Палыч посмотрел на меня, словно отец на сына. «С легким паром!» «Спасибо». «Ту есть хочешь?» спросил, улыбаясь Палыч. «Да и есть не хочу, я бы попил что-нибудь. Чай, кофе, алкоголь. Кофе, если можно, с молоком». «О, брат, чего захотел? Ха, молока в зоне практически не достать. А если появляется такая возможность, то стоит оно, как целая корова. У меня есть сухие сливки. Подойдут?» «Конечно, а чем кормить собираетесь?» «Да все стандартно, каша с тушенкой. Будешь горяченького?» «Уговорил». Палыч взял в руку рацию и приказал накрывать. Через пару минут после его приказа нам принесли три тарелки с кашей, три граненых стакана, чайник с кипятком, о чем говорил пар идущий из его носика. Также принесли листовой чай и растворимый кофе. Все в банках и сухие сливки. «Я чай предпочитаю», сказал Палыч и щедро насыпал заварки прямо в стакан, а мне и Жмыху насыпал кофе и залил все кипятком. «Угощайтесь!» Жмых достал из своего рюкзака с сахар рафинад. И мы приступили к трапезе. «Съев кашу быстро, я принялся за напиток. Выпив один стакан, я понял, что за эти дни в зоне я очень соскучился по этому напитку. Но еще больше я скучаю по своей семье. Ну ладно, ради них я здесь, и пора уже начинать зарабатывать. Я не хочу, как новички в деревне, сидеть у костра и травить одни и те же байки изо дня в день». С такими мыслями я заварил себе еще один стакан кофе и стал наслаждаться напитком. Покончив с трапезой, мы попрощались с Палычем, мне принесли второй комплект сменного белья, а Палыч подарил банку с кофе. Это очень подняло мне настроение. А сливки у Жмыха есть. Но если нет, то я куплю их в барыке. «Туэт пока купался. Сидор написал, что тебя видеть хочет. Не знаешь зачем?» Спросил Жмых, как только мы прошли мешочное заграждение. «Понятия не имею. Сам как думаешь, что ему понадобилось?» «Старому барыге может понадобиться все, что угодно. От помета мухи до... до межконтинентальной баллистической установки. Зайдем, поинтересуемся. А есть другие предложения?» «Я хотел сводить тебя к оврагу с инвалями, да научить определять границы болтами. И если повезет, то ты сможешь найти свой первый артефакт. Ну что, куда пойдем?» «Давай к аномалиям. Барыга подождет. Не нужно его приучать к тому, что по его первому зову мы прибежим к нему в бункер. Ему надо, либо пусть сам приходит, либо пускай ждет». «Хо-хо-хо! А ты суровый парень!» Рассмеялся Жмых и потрепал меня за плечо. «Пошли к аномалиям. Давно Палыча знаешь?» «Да года уже три. А что?» «Да так, для общего развития». «А это была разовая акция по помывке? Или можно будет еще этим пользоваться?» «Можно. Плати и пользуйся». «А сколько?» «Ну, вместе со стиркой я 150 отдаю. На тебя тот же тариф. Ты договорился?» «Нет, Палыч сам так решил. Говорит, скажи ученику, что твой тариф и на него распространяется. И знаешь, что я тебе скажу? Что же? Лучше отдать эти 150 рублей, нежели зарасти гнидами. Да и при ранении у грязного тела, да еще и с паразитами, последствия могут быть печальными. Но оттуда я с тобой согласен». Когда проходили мимо деревни, мне на КПК пришло сообщение. Достав прибор и разблокировав дисплей, я открыл пришедшее сообщение. «Мутный, где тебя чернобыльские псы носят? Долго мне тебе еще ждать? Бегом ко мне!» «Что там?» Поинтересовался мой наставник. «Да, Сидор негодует, говорит бежать к нему. Так может, не стоит заставлять его ждать? Ему ничего не должен, работу никакой не брал, поэтому пускай ждет, как будет время, так и зайду к нему пообщаюсь. Да и тон сообщений мне не понравился. Почему он позволяет себе приказывать? Я ему ничем не обязан. Просто так сложилось, что Сидор первый и один из немногих торговцев ЧЗО. И все новички проходят через него. Можно сказать, он дает путевку в зону. Прям таки все. Ну, не абсолютно все, но в основном. И со всеми он так разговаривает. «Абсолютно», кивнул жмых. «Ну, знаешь, я буду первым, с кем такой номер не прокатит». «Ладно, мы отвлеклись. Вот и скопление аномалий. Доставай болты и детектор. Приступим». «А болты обязательны?» «А как ты собрал со границы аномалий провешивать?» Вопросом на вопрос ответил сталкер. «Да их же видно. Вот, смотри». Я бросил болт в пульсирующий сгусток воздуха. В том месте, где болт коснулся аномалии, на секунду она окрасилась в бледно-фиолетовый цвет, а болт расплющило. «Занятно. А где граница?» «Вот, смотри». Я бросил второй болт, но уже рядом, на чистый участок пространства. Болт просто упал на землю и остался без движений. «А ты не перестаешь меня удивлять», мутный. Мой наставник с задумчивостью рассматривал овраг. «И сколько же их тут?» «Девять», приглядевшись, ответил я. «Ладно, с этими аномалиями мы разобрались, вроде как. Теперь давай просканируй местность детектором, и если повезет, ты найдешь свой первый артефакт. А сканировать тоже обязательно?» «Давай еще скажи, что ты артефакты видишь». «Нет, не вижу, но они тут точно есть. Я знаю». «Они?» Жмых был удивлен. «Откуда ты это знаешь?» «Вот откуда именно я это знаю, я тебе хрен скажу, потому что мне неизвестно происхождение этих самых знаний. Просто чувствую, что их тут два». «Достань тогда». Взяв детектор поудобнее, я отправился в гущу аномалий. Спокойно лавируя между ними, я направлялся к той точке, где чувствовал арту. Приблизительно за 10 шагов детектор стал подавать первые признаки своей жизни. Начался равномерный писк. И чем ближе я подходил к точке, тем более интенсивным был писк детектора. В конце детектор перешел на непрерывный писк, и мне под ноги, прямо с воздуха материализовались два арта. Подобрав их, я вернулся к наставнику. «Смотри, что я нашел». Я гордо показал арты сталкеру. «Ток, что мы имеем? Медуза и ночная звезда. Неплохо, неплохо». «О чем задумался-то?» «Подожди, я мысли в кучу собираю. Ладно, идем в лагерь. По пути к Сидору заглянем. Звезду продашь и выяснишь, чего он от тебя хотел. А с медузой что делать?» «Ты это в контейнер на поясе положи и будь тебе защитой от радиации. Никакой антирад не понадобится. Все, хватит трепаться, пошли». И наставник кивком головы указал мне направление. За всю дорогу до бункера барыги мой наставник не проронил ни слова. В бункер к Сидору спустились тоже молча. Оставили свое оружие в ящике охранника и вошли к торговцу. «Мутный! Какого хрена тебя ждать должен?» Торговец был явно недоволен моим неповиновением. «А какого хрена я должен бежать к тебе по первому твоему зову? Я тебе что-то должен?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нет, не должен!» Торговец немного растерялся от моей наглости. Мой наставник участия в нашей беседе не принимал. «А как же наш уговор?» «Ну, проходы тебе нашел, и мы не обсуждали с тобой такой момент, что я должен бежать тебе как собачка и плясать на задних лапках. А теперь гони оплату!» «А вот тут ты прав!» Торговец сбавил спесь. «Я по привычке!» «Давай тогда договоримся на будущее, что со мной твои привычки не проканают!» «Учту!» усмехнулся торговец. «А ты с яйцами!» «Ты первый, кто посмел меня дерзить!» «Ладно, вот твои деньги!» «Нет, не серчай на старика!» «Мне еще ни разу не приходилось искать сталкера, чтобы отдать ему денег!» Сидор положил на стол пачку купюр советского образца. «Твоя честная десятка!» «А за это что дашь?» Я положил звезду Сидору на стол и убрал деньги в рюкзак. «Ого!» «Откуда дровишко!» «Из карьеру вестима!» Жмых подал голос. Из-за перепалки с барыгой я и забыл, что он здесь. «Сам нашел!» Сидор глянул на меня в прищуре. «Сам, сам!» Улыбнулся барыге. «Ты от темы-то не сруливай! Сколько?» «Пять!» «А что так маловато?» Мой наставник взял в руки артефакт. «Ученые больше платят!» «Так то ученые!» «Если хочешь, можешь, конечно, продать его ученым, только они-то далеко!» «Уговорил!» Взяв артефакт у наставника и положил его на стол. «Только давай три наликом, а на остальные две бутылки водки, банку кофе и три банки нормальной тушенки. Вдве не укладываешься?» «Ну нет, так нет». Взяв арт, я развернулся к выходу. «Согласен!» «Вот деньги!» «Сейчас товар принесу!» Сидор встал со своего стула и углубился в недра своего бункера. Вернулся он быстро и пяти минут не прошло. Забрав товар у Сидора и оружие у охранника, мы поднялись наверх и направились в деревню. Шли молча. Мой наставник о чем-то напряженно думал. Я не лез с расспросами ни к чему это. Додумает, сам расскажет, если захочет. «Ну что, мутный, с почином тебя?» Сказал мой наставник, как только мы присели у костра. «Твои первые артефакты принесли тебе немаленькую сумму». «Не мне, а нам». Я притянул наставнику полторы тысячи. «Ты чего такой задумчивый?» «Да мысль одна покоя не дает. Вот и думаю. Что за мысль-то? Поделишься вместе по мозгуем?» «Ты это в голову не бери. Сегодня у тебя праздник. Мож отметить с новичками. А ты?» «Я тоже приму участие. Ну а давай я в сторонке посижу. Не буду отнимать так сказать лавру почета. Вон смотри новички собираются. Утром разбужу». Взяв у меня банку тушенки и налив в кружку беленькой жмых удалился к ящику на котором я спал последние три ночи. Расположившись там он приступил к трапезе не спуская с меня взгляда. Я спиной чувствовал что на меня смотрят но при повороте моей головы жмых мне улыбался. Новички собрались быстро а новость о том что я нашел свой первый арт разлетелась еще быстрее. Даже волк пришел меня поздравить с этим и естественно выпить за то чтобы артефакты на моем пути не кончались аномалии не вредили. Его тост переходил из уст в уста правда каждый раз с другой интерпретацией. До конца за столе я сидеть не стал а как только закончилась выставленная мной на общий стол продукты я попрощался со всеми и направился к привычному для меня уже ящику. Жмых не спал а о чем-то думал сосредоточенно жуя бутерброд с колбасой. Не помешаю? Присаживайся! Мой наставник подвинулся на ящик освобождая место для меня и протянул мне бутерброд со стаканчиком кофе. Спасибо а то у меня от этой водки и жога началась. Принимая еду проговорил я. Так может это поделишься своими мыслями? Что один голову ломаешь? Покой не дает. Меня тревожит так сказать твой дар. Твое четкое видение аномалий и чувствительность к артефактам. За все годы в зоне я такое вижу впервые. Я слышал, что некоторые мастера, ветераны обходятся без болтов, но что бы они еще и арты слышали. Такого ни разу. А ты без года неделю в зоне и уже все видишь и все чувствуешь. Так это же хорошо разве нет? Не помру в аномалии и артов больше насобираю. С одной стороны да, это хорошо, а с другой мы не знаем, чем это может обернуться для тебя. Ладно, утро вечера мудренее. Нет, не мудренее, просто думается на свежую голову. Я улыбнулся сталкеру, но его переживание и тревога передалась мне. А что может измениться за одну ночь? Разве за ночь мы сможем понять причину этого, как ты выразил Сядара? Муз с тобой нет, но я связался с одним моим хорошим товарищем и объяснил ему все. Он постарается помочь. А что за товарищ то? Завтра узнаешь. Жмых заговорщицки подмигнул мне и перешел на шепот. И позволь тебе дать небольшой совет. Не таскай с собой так много денег. Люди за меньше погибали. И что делать? Спрятать? Сделать нычку? Нет, найти ее могут. Вот как ты мою. И что же делать? Я посмотрел на наставника. Счет есть какой-нибудь? Жмых достал трубку и узелок с мохоркой. Набив трубку, закурила. Но я перед отправлением сюда открыл один. В этом молодец. Тогда нужно будет тебе сходить к Сидору и сделать перевод. Переводи все, что есть. Оставь тысячу полторы, думаю, что за периметром деньги нужнее. Ты же за этим сюда пришел. Давай дуй к барыге. Подхватив свои вещи, направился в бункер к торговцу. Сдал оружие и шагнул за порог. Сидора на месте не было. Я позвал его. Через минуту из недр его убежища послышалось кряхтение и тихий мат. Ну, чего приперся на ночь глядя? Что, не спится? Торговец был не очень доволен моим поздним появлением. Да, говорят, ты переводы делаешь на большую землю? Делаю. Услышав про перевод, старик повеселел и на лице заиграла понятно, что не забесплатно. Барыга ты и есть барыга. Сколько? Один процент от переводимой суммы. Сколько переводить будешь? Ща. Скину в рюкзак вытащил всю наличку. Вот та десятка, что ты дал. Сто рублей комиссия. Да подожди ты. Я достал пачку, которую мне дали бандиты и пересчитал. В пачке была еще десятка. И у меня остались те деньги, что из их оставлю, мало ли что. Но чего завис? Сколько переводишь? Двадцать. И вот твоя комиссия. Я положил на стол торговца десять двести. А вот номер счета. Из внутреннего кармана достал бумагу с номером и протянул торговцу. В какой валюте переводите? Сидор собрал все деньги в кучу. В смысле? Я уставился на него с непонимающим взглядом. Не тупи, мутный, вроде разумный парень, а на простом вопросе затормозил. Могу перевести в евро, у нас курс один к одному. А могу в другой валюте? Да хоть в монгольских тубриках. Мне по барабану. Все по курсу в евро. Сидор посмотрел на меня с улыбкой. Что? Решил? А в рублях это сколько будет? В российских то. Сейчас посмотрим, какой у нас курс рублях евро. Так, один к пятидесяти. Итого лям получается. Лям, а? Неплохой заработок за неделю, а мутный? Еще что-то? Да нет, только гарантия перевода. Будет тебе гарантия. Деньги поступят через три дня, как только деньги придут на твой счет, я выдам тебе подтверждающий документ и доступ к компьютеру, дабы ты сам в этом убедился лично. А если это не придут? Если не придут, то ждем неделю. Если они так и не поступят, я сделаю повторный перевод. А пока вот, держи. И торговец протянул мне бланк, на котором была выведена сумма и его подпись. Это для твоего спокойствия, и для моего тоже. Ну тебя нахрен с тобой связываться. Покинув торговца с довольной мордой вернулся к своему наставнику. Тот курил трубку и смотрел на звезды. Что такой довольный-то? Ха, ипотеку почти закрыл. Сколько перевел, если не секрет, конечно, а двадцатку местными. Если так дальше пойдет, то домой вернусь миллионером. Ты не очень-то обольщайся. Тебе не всегда так будет вести. По большому счету тебе очень повезло. А чем дальше пойдем, тем лучше снаряжение нужно будет. И оружие другое. Да даже если за месяц буду двадцатку чистыми поднимать, разбогатею. Ладно, богач. Усмехнулся сталкер. Во-первых, особо не ори. Я говорил тебе, что уже людей за меньше погибали. А во-вторых? Во-вторых, спать пошли, и на ящике я тебе ночевать не рекомендую. Почему? Выброс ночью. Жмых поднялся с ящика и направился в подвал. И утром будет у нас гость. Разбудил меня наставник. В момент пробуждения кипака показывал девять часов утра. Ты это че рано так? Я с трудом продрал глаза и осмотрелся. Помимо нас в подвале находился еще один человек. Остальных сталкеров как ветром сдуло. Человек был среднего роста, на взгляд не больше ста восьмидеся сантиметров. А вот лет ему было немало. О чем говорили совершенно седые волосы и аккуратно стриженная борода. Да и на вид ему не менее шестидесяти. Одет он был в кожаный плащ коричневого оттенка. Оружия да и вообще какого-либо снаряжения я также не заметил. А он у тебя с характером? Проговорил человек в плаще. То ли еще будет. Ты с Сильдером про него пообщайся. Уверен он тебе и зальет душу о том как грубо и дерзко с ним поступил мой ученик. Усмехнулся сталкер. Познакомьтесь это мутный мой ученик. А это болотный доктор. Прошу любить и жаловать. Я конечно рад знакомству но у меня сложилось такое ощущение что имя болотного доктора должно вызвать у меня трепет. Ты же читал энциклопедию в КПК. Неужели не прочел там про него легенды слагают внес ясность мой наставник. Прошу прощения за мое невежество. Ох не стоит молодой человек. Вы не обязаны всех знать да не нужно вам это. Старик улыбнулся от его улыбка вело теплом и добротой. Но расскажите про свой недуг. Да что рассказывать то я просто вижу границы аномалии и чувствую если артефакты в аномалии и сколько их. И с чего все началось? Доктор склонил голову предвкушение истории. Только я открыл рот для рассказа как в подвал буквально ворвался волк с порога кинулся к доктору. Док помоги у меня тут хворь непонятная только ты можешь помочь. Я как узнал что ты в наших краях сразу кинулся к тебе. Но во первых нужно поздороваться. Спокойным и холодным тоном произнес болотный доктор. Во вторых у меня сейчас идет приеме на приеме у меня мутный и если тебе нужна помощь то вон отсюда и не мешай мне работать. Я как освобожусь подойду к тебе. Волк опустив голову и обиженно поджав губы удалился на улицу. Видно что его переполняют эмоции и ему есть что сказать но он решил промолчать дабы не портить отношения с легендой. Но с молодой человек я жду вашей истории. Да что рассказывать то. Нашел труп бандитов аккурат на том же месте куда волк отправляется на КМБ. Его к слову плоть прикончила. Вот а у него в рюкзаке два арта были. Мы когда разбирали его хабар их и обнаружили. Вот спокойно взял их в руки протянул мне. Как только я взял их в руки как меня словно волной обдало. Пальцы словно током прошило я потерял сознание. Три дня тут лежал в себя приходил. Ну вот и вся выверт и темный камень. Темный камень. Это многое объясняет. Док задумчиво почесал подбородок. А в общем как себя чувствуешь? Да в целом неплохо. Со мной что-то серьезное. Ну я возьму у тебя кровь для исследования и после его проведения свяжусь либо с тобой либо с твоим наставником. Закатывай рукав. Я закатал рукав комбинезона. Док из кармана достал небольшой футлярчик в котором лежали одноразовые шприцы и ампулы. Все в запечатанных конвертах. Из второго кармана Док вытащил жгут перевязав мне руку и заставил работать кулаком. Доставив с футляра шприц вскрыл конверт и вонзил его мне в вену. Нужно отметить что боли совсем не было. Абсолютно никакой. Сделав забор крови Док выдавил футляр и в карманы. Попрощавшись с нами Док покинул подвал. Подождав пока моя кровь свернется мы вышли на свет. В зоне сегодня царила пасмурная погода и накрапывал мелкий дождь. Хотя за все время здесь другая погода мне не встречалась хоть за периметрами было лето в самом его разгаре. В ЧЗО царила осень. Вечная осень. Говорят что с восемьдесят шестого тут ни разу не было снега. Док разговаривал с волком а в самой деревне было довольно тихо. Новички словно испарились. А где все-то? Удивился отсутствию людей у костра. Так это выбор же ночью был. Вот они пошли артефакты искать по аномалиям. Как считаешь есть там артефакты? Ой не знаю. Прислушавшись к своим ощущениям через минуту ответил я. Пошли прогуляемся там и посмотрим. До оврага добрелись быстро. Почти все новички за исключением Лешки и его друга Шурки столпились возле оврага в надежде вытащить артефакт. Фурунг уорудовал детектором отклик, но тот не подавал признаков артефактов. Пошли отсюда нет здесь ничего. Мне хватило лишь взгляда дабы понять что ловить здесь нечего. Уверен мой наставник достал свой детектор. На все сто пошли к туннелю может электро нам чего подарит. Но и возле электрических аномалий я не почувствовал присутствия артефактов. На обратном пути жмых мне рассказывал слабые места мутантов. Куда лучше всадить пулю чтобы зверь побыстрее помер. Возле оврага уже никого не было. Вероятно новички вернулись в деревню ни с чем и принялись травить байки. Может это не пойдем в деревню а двинем за насыпь предложил я. Сегодня за нас не пойдем осадки обещали после обеда. Отрицательно мотнул головой жмых. Какие осадки ты что дождика испугался? Так он тут частый гость. После выброса идут радиоактивные осадки и под ними лучше не гулять. Даже артефакты тебя не спасут. Если тебя посчастливится попасть под эти осадки. А почему мне такие оповещения не приходят? Ну про выброс или осадки? Спросил я уже возле костра в лагере. Они проходят на всякий ПК. Что зарегистрированный в сети дай свою мощенку я посмотрю. Я протянул наставнику прибор поковырявшись с минут он вернул его обратно. У тебя просто были отключены оповещения но сейчас все хорошо. Ладно забирай банки пошли подвал не стоит ждать начала осадков. Собрав горячие банки с тушенкой я последовал в подвал за своим наставником. Он нес котелок с кипятком я предвкушал горячий кофе и тушенку с галетами. Минут через десять когда мы покончили с трапезой в подвал начали стекаться все рассредоточились по группам и начали вести беседы между собой. В подвале поднялся гул. Но Лешку Шурка я так не увидел. Интересно где их носит? Странно но я почему-то стал переживать за их судьбу. Такого я не припомню раньше. И вот последним в подвал спустился волки хмурый закрыв за собой двери в помещение. Но будем надеяться что два друга найдут укрытие и не погибнут по глупости. Мой наставник облокотившись о стену задремал. Общаться с кем-либо я не желал. Но мне до сих пор не давал покой этот пара. После недолгих размышлений я решил рассказать все наставнику. Он то давно в зоне может и прольет свет на ту тайну. Жмых! Жмых! Подсев к наставнику шепотом позвал я. Ты чего шепчешься? Не открывая глаз так же шепотом спросил сталкера. Разговор есть? Если что-то важное то советую подождать. Здесь слишком много ушей. Все так же шепотом сказал сталкера. «А пока присядь отдохни». Последовав совету наставника я облокотился о стену и сам не заметил как уснул. Мне снился дом, моя жена и мои дети. Боже, как же я по вам всем соскучился. Как же мне вас не хватает не хватает постоянной детской беготни смеха и криков. «Давай, просыпайся!» жмых потряс меня за плечо. «Что снилось?» «А почему ты спрашиваешь?» «Улыбался ты во сне!» «Давно я такого не видел!» «Семья снилась!» «Она самая!» Я поднялся на ноги, в подвале никого уже не было. КПК показывал час ночи. «Это сколько я проспал!» «Что раньше не разбудил?» «А толку то! Осадки кончились часа два назад, ждали, пока фон нормализуется, а после я ждал, пока все разойдутся. Ты ж поговорить хотел, вот я тебя слушаю». «Тут не слушать надо, а смотреть, пошли покажу». И утянув наставника в разрушенный дом, а затем на его крышу, вернее на то, что от нее осталось, и вот мы наконец на том самом месте, где я наблюдал за паром. Дождавшись очередного «Пшшшшш!» Я включил бинокль инфракрасный диапазон и протянул сталкеру. Вначале он не понял, куда смотреть, но после моей корректировки долго не мог оторваться от процесса. Наставник молча дал мне бинокль и спустился вниз. Также в тишине поманил меня за собой и уводил все дальше от деревни. Пройдя с пару километров в полной темноте и непонятном направлении, мы вышли на стоянку сталкеров. То, что это место активно используется людьми, говорило кострище и стволы поваленных деревьев. Место было выбрано с умом. С двух сторон стоянка была окружена бетонными плитами перекрытия. И давно ты об этом знаешь? Спросил сталкер, заведя костер и сев рядом со мной. Так как нашел твой тайник с биноклем? А к чему такая конспирация и где мы вообще? И почему ты спрашиваешь про сроки? Мы сейчас в одном укромном месте. Помимо меня про него знают от силы пять человек. Да и те далеко на севере зоны. Конспирация нам с тобой нужна, чтобы пообщаться без свидетелей. В деревне слишком много народу. Мог ты услышать нас ненароком? А про сроки так спросил? К слову. Подожди. А когда ты термические аномалии узнавал, ты ведь после обнаруженного полез с расспросами. Не так ли? Все верно. Я ночью обнаружил этот пар. А с утра меня, как нельзя кстати, пригласили позавтракать. Тебе что-то про это известно? Немного. Намного меньше, чем хотелось бы. Тут вот какое дело. Сталкер понизил голос и перешел на шепот. Когда в 86-м-то станция рванула, здесь была ликвидация последствий. Но не об этом речь. Речь о том, что после того, как тут все закончилось, ну, ликвидация, поиск наказания виновных, сюда пришли военные и стали строить свои лаборатории, в которых проводились чудовищные эксперименты на людях и животных по созданию суперсолдат и прочего. Стоп, а почему именно здесь? Как ты не понимаешь? Периметр охраняется. Людей нет. Ну, почти нет. Мародеры не считаются. Их отстреливали тогда, как собак бродячих. Да и если бы они тут увидели, то вряд ли кому рассказали бы. Так вот, лабораторий тут очень много. И везде есть вход в эти комплексы. Говорят, что это не просто несколько лабораторий под землей. Здесь под этой землей целый город, который тянется от кордона до ЧС. И что, они все заброшены? В том-то и дело, что да. Когда в 2006-м прогремел второй взрыв, военные ученые, те, кто выжил, покинули свои лаборатории. А часть, так скажем, имущества осталась. Собирались-то они в спешке. Многое побросали. И за те документы, что хранятся в этих лабах, очень хорошо платят. Откуда ты знаешь? Так некоторые лаборатории нашли и достали документы. И те, кто их достал, продав их, ушли из зоны. А где нашли эти лабы? В темной долине. На Энтере. В Припяти. На Радаре. И на генераторах. Тоже есть одна лаборатория. Но туда еще никто не проник. И про путепровод Припять-1 не стоит забывать. А где этот путепровод? В окрестностях Юпитера. Непосредственно в самом заводе есть транспортный шлюз. А также туда можно попасть из железнодорожного туннеля, что расположен немного ниже. Правда, там семейство Бюреров обитает. Особей 20. Так что там не пройти. А почему ты решил, что они есть везде, в том числе и на кордоне? Ну, во-первых, тот пар, который выходит из-под земли, говорит о том, что работает система вентиляции. А во-вторых? А во-вторых, я разговаривал с одним военным пенсионером. Там, за периметром, он соседом моим был. Вот он-то мне и рассказал о лабораториях в ЧС. Давно их ищешь? Как пришел сюда. Но ничего дельного у меня не получалось. Ты кому-либо говорил про этот пар? Только тебе. Хотя, я мог и не спрашивать. Мутный ты и есть мутный. Сталкер улыбнулся. Сам пробовал искать? Пробовал. Но толкового ничего не нашел. Только то место, откуда выходит на поверхность пар. Но там люк слишком маленький. Не пролезть. Отлично. Утром покажешь, где он находится. Будем искать вход в эту лабораторию. Они действительно большие? Настолько большие, что там поезда ездили. На свалке есть один туннель. А под ним находится транспортный узел. Представляешь, какие масштабы под землей? А что еще можешь рассказать? Ходит одна легенда, что где-то в одной из лабораторий в момент второго взрыва осталась группа ученых, охранявших их солдат. Лабораторию ту завалило со всех сторон. И они там живут словно одичавшие. И, как говорят, поклоняются технике, что там осталось. Бред какой-то. Почему же бред? Вон монолитовцы. Вообще камню поклоняются. Да я не про поклонения. Там за периметром тоже кому только не поклоняются. Я о другом. Что они там жрут со времен второго взрыва? Если эта легенда хоть отчасти правда, то они передохли бы давно от голода, даже если брать в расчет, что они жрали друг друга. Но зерно истины в твоих словах есть. Но не стоит исключать тот факт, что мы в зоне. А здесь почти все легенды правда. Вон, болотный доктор, тоже легенда. И многие даже верят в его существование. Но, однако, ты с ними познакомился? Пошли обратно, святают уже. Или позавтракаем? В деревне и позавтракаем. Как добрались до деревни, КПК показывал 8 утра. Обратный путь занял больше времени по двум причинам. Во-первых, в зоне по своим следам не ходит. А во-вторых, мы заглянули к одному озерцу с кислотными аномалиями и выловили там кровь камня и ломать мясо. Надо было видеть выражение лица моего наставника, когда, проходя мимо озерца с кислотными аномалиями, ну как озерца, скорее большая лужа с этими аномалиями. Когда я сказал ему, что тут есть два арта. Он мне сначала не поверил, но детектором проверил, и я оказался прав. Единственное, что удрючало, так то, что мой противогаз пришел в негодность. Ботинки выдержали, а противогаза нет. Нужно будет купить другой комбез, который будет предназначен для этого. И разжиться другим детектором тоже не помешает. Жумак сказал, что есть три класса артефактов. И они издают что-то типа определенных волн, которые ловят детекторы. Детектор-отклик – самый слабый и, соответственно, ловит слабые сигналы. У меня детектор-медведь. Он ловит и те же сигналы, что и отклик, и сигналы артефактов второго типа. Но сигналы третьего типа он не улавливает. Ладно, пока моя чудо-способность помогает их чувствовать. А что будет, когда я почувствую артефакт, а мой детектор его не почувствует? Придется уйти ни с чем? Я так не согласен. Нужно выяснить все у Сидора.